Украина продолжает устанавливать свой духовный суверенитет. Тоже можно абсолютно здесь посмотреть на это как, например, с Русской Православной Церковью уже окончательно расторгли все договора по использованию Нижней Киево-Печерской Лавры. То есть представители Московского Патриархата обязали покинуть Киево-Печерскую Лавру, национальный заповедник, который принадлежит государству Украины, не церкви. И вот до 29 марта они должны очистить все здания Киево-Печерской Лавры, верхняя и нижняя. Это записано в предупреждении исполняющего обязанности гендиректора заповедника Александра Крудника, которое опубликовали уже официально на сайте Киево-Печерской Лавры. Договор об использовании разорван, так как он нарушал правила использования государственного имущества. И есть указ Зеленского, который там по защите национальных интересов тоже на это все намекает. Да, ну естественно УПЦ, МЦ, то есть Московский Патриархат будет всеми силами держаться за Лавру. Это главная святыня, то ради чего Путин пытался захватить Киев, не ради президентского дворца. Он мечтал войти как Владимир Креститель, Владимир Освободитель, не знаю кто там Владимир, в Киево-Печерскую Лавру. И там, как бы в сердце христианства, значит принять, не знаю что он хотел принять, вот, может эту шапку Мономаху, может еще что-то. Не получилось, ни в Киев войти не получилось, ни сохранить эту святыню у Московского Патриархата. Подчеркиваю, это церковь Московского Патриархата в ситуации, когда Московский Патриархат поддерживает на 100% войну против Украины. Поэтому, естественно, если Московский Патриархат поддерживает войну, благословляет русских на смерть в этой войне, на убийство украинцев, ну как оно при этом может управлять главной православной святыней Киева? Просто как? Как? Поэтому, скорее всего, Лаврой будет управлять автокефальная украинская церковь, которая эту войну не поддерживает, которая молится за защитников Украины, и, может быть, это и неплохо. Ну, это нормальная реакция защищающегося государства. Я не вижу в этом ничего плохого. Для Путина это расстройство, конечно. Это, я думаю, потому что он пытался Украину поработить разными методами, в том числе духовным, в том числе через церковь. То есть, и через культуру, и через прямые атаки, и через экономику, и через скупку недвижимости, через все. И по чуть-чуть эти щупальца Зеленский обрубает, одно за другим. И это правильно, потому что Украина, она должна войти в Европу абсолютно без российского влияния вообще какого-либо. На любом фронте. На любом фронте. Вот осудит патриарх Кирилл войну, осудит Путина, призовет российские войска выйти из Украины. Извиниться за поддержку этой спецоперации можно, наверное, о чем-то говорить. Наверное, можно. Но пока Московская церковь, Московское православие стоит за убийство мирных украинцев, за полное разрушение городов, за Бахмут, за Мариуполь, за Северодонец, за всю Украину, за Бучу. Ну, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Вот. Ну, вот, будем ждать полного очищения. Святынь от... Да. Ну, объявил же Вселенский Патриарх русскую православную церковь ересью. Официально объявил. Так что тут даже есть и церковное эсхатологическое основание тоже. В общем, вот, хотя я человек нерелигиозный и в какие-то религиозные детали мне сложно входить. Ой, описывай. Кейкер побат шла и гундяй из май баха освящего Москву, как солдаты благословляли на забойство, то одразу стратила доверка церкви. Ну, да, многие стратили. Многие стратили, потому что увидели сращивание, все то же самое, сращивание с властью, с государством, с коррупцией. Все понятны? Поэтому, да, это доверие будет очень сложно вернуть. И понадобятся годы и десятилетия для того, чтобы это доверие вернуть. Продолжение следует...